Привет из отпуска! Отправляемся в плавание на две недели по Средиземному морю и за это время мы проплывем 4600 километров. Конечно же я взяла кучу парфюмов, если вам интересно, то оставайтесь со мной, будет красиво, интригующе и пожалуй необычно, потому что отправляемся на круизном огромнейшем корабле в 20 этажей. И помещается на такой корабль 6600 человек. От Пальма де Малерка до Флоренции плыли мы полторы суток, более 600 километров и приплыли в порт Ля Специя. Оттуда 160 километров до Флоренции. Всем почули! Добро пожаловать на мой канал парфюмерии из Флоренции. Записывала, рассказывала на этой жаре, распиналась, все вам оказывается ничего не записалось. Какая печалька! Времени у меня не так много, но решила уделить, показать вам, как выглядит вот эта вот вся-вся-вся очередь. Продолжается, продолжается. Это люди группами, которые заходят в катедраль. Здесь очередь идет для людей, которые хотят, как мы, войти в катедраль, но мы не успеем. У нас всего два с половиной часа пешей прогулки по Флоренции, и мы еще много чего не видели. Да мы вообще ничего еще не видели, кроме этой катедрали. Очень жарко. Будет сегодня плюс 28, и в городе, в Италии, конечно, при такой погоде можно умереть. Мы люди непривыкшие, поэтому нам очень тяжело. Красивейшая катедраль. Была раз во Флоренции, видела ее, но это было очень-очень давно. И тоже не было времени, чтобы зайти внутрь. А я уже посмотрела, почитала, что хочу посмотреть фрески, Данте, Легери и все-все-все, чего там знаменитое было. Классные колокола. А вообще хотела вам рассказать, что я сегодня ношу. А ношу я сегодня дептик Флор-де-По. Если вы не видели мои видео, посмотрите, как я его получила. Этот тревел-флакончик. Давайте обновлю. Аромат прилегает близко к коже, не такой громкий, ирисовый, мускусный. Бергамот слегка здесь слышен. И что мне здесь нравится, это красный перец. Вот он дает аромату такой терпкий шлейф. Такое классное шершавое звучание. Обожаю перец парфюмерии. Напоминает мне немножко эксплицит от Ex Nilo. Но, конечно же, совсем это все отличается. Это два разных парфюма. Но здесь он такой пудровый, кремовый. Такой классический, классный ирис. Ну все, побежали дальше смотреть город. Теперь точно записалось. Посмотрите, все полно. Время, по-моему, 10 утра, а уже кипиш здесь полным ходом. Обойдем вокруг церковь, посмотрим. Увидимся в новых городах по Средиземному морю. Так что не переключайтесь, скоро встретимся. Пока-пока. Ну это вроде как и не пляж. Здесь не плавают. Больше тут погулять, посмотреть, подышать свежим морским воздухом. Всем почули очередной город в Средиземном море. Севитовечья порт. Это порт рядом с Римом. 80 километров до Рима. И мы через неделю туда отправимся. Но сегодня прогулка по Променаде. Море Средиземное. Городок. Красота неимоверная. И ношу сегодня я в Булгаре. Конфетки. Брала специально итальянские мотивы на Средиземное море. У меня Рива Соляре и Бергамот. Хотя в Рива Соляре есть уже Бергамот. Но мне нравится носить эти конфетки, наслаивая. Здесь аромат цветочный, терпкий такой. За счет цветка апельсина шершавый. За счет мускусности такой пудровый. Здесь мандарин, но аромат не сладкий. Он такой цветочно-терпкий, цитрусовый, с горчинкой. Плюс Бергамот. Бергамот как Бергамот. С классический моно, я бы сказала, аромат. Вдвоем сидят шикарно. Ветер дует. Развивается эта красота. Шлифит. Ароматы негромкие. Ароматы летние, ароматы итальянские, побережья, Дольче Амальфи, Сицилия. Все сюда подходит. Даже порт здесь. Наверное, плюс 28 градусов. Но на море это дофига. Но за счет свежего воздуха это очень приятно. Красивый городок покажу вам. Поцелуйчики парочки стоят, целуются. Так что увидимся в новом порту, в новом городе. Всем пока-пока. Обалденный аромат. Хоть и Рива Соляры вроде бы должен быть цитрусовым, свежим, но именно Бергамот дает этому сочетанию такую лимонную терпкую свежесть. Рива Соляры все-таки больше пудровый, цветочный, мускусный, свежий, довольно-таки припудренный, припыленный. Мускус и цветок апельсина как раз дают вот эту вот глухоту, так бы я сказала, этому аромату. Он прям такой, как облачко туманное. На море это просто кайфушки. Так пахнет, так шлифит. Обычная парфюмерия, затестировала Билли Айлиш. Мне понравилась ваниль ванилью. Он погоняет, хочется смыть. Центр города, такой небольшой. Ой, прикольно, что это, кабачки? Всем почули, добро пожаловать во Францию на Корсику. Вот там вдалеке город Аячио, в котором родился Наполеон Бонапарт. Сегодня я взяла в подборку отливантики парфюмерные и те ароматы, которые я ношу на пляж сегодня. Прекрасный пляж, вода чистая, рыбки там, на берегу. Мы вот приплыли на таком вот, где он, нельзя показать пальцем, мы приплыли на такой фере, на кораблике с того берега. Туда-обратно, выбираешь определенное время, стоит 8 евро. Ну и пришлось купить зонтик, лежанку. Сколько? 15 евро за человека на полдня. Ну, то есть нормально. Зато есть тенек и полотенце, конечно же, мы взяли с собой с корабля, что очень классно всегда можно взять их. И вот полшестого поедем назад туда. 20 минут красотища. То есть получается бесплатно. Вы еще катаетесь по берегу, по воде, со свежим воздухом. Волны пошли от кораблика. Вода хорошая, теплая, песок крупный такой, чуть ли не как гречка. Ты когда идешь, он аж прям как камни у тебя в тапочках. Класс! Я надеюсь, слышно звук. Надо обязательно носить шляпы, мазаться, очки. Мы же вообще не привыкли к солнцу, иначе сгоришь. По городу мы еще прогуляемся обязательно сегодня. Посмотрим памятник Наполеону, конечно же. И что же, что же, подборка у меня в основном женская. Ну и унисекс ароматы тоже. Ну и что бы я предложила? Давайте. Ношу я сегодня. Буду доставать, как всегда, как Дед Мороз. Я в этот раз взяла очень много парфюмов. И поэтому я в основном брала в атлевантах. Потому что тащить этот груз, это нереально тяжело. Ну и жалко флаконы, конечно же. Ну и первый аромат, вообще то, что я сегодня ношу, это Goldfield and Blanks. Австралийский бренд. Красивые брикетики. У меня есть Discovery Set. Хотела делать отдельно обзор. И ароматы неплохие, но что-то они меня сильно не зацепили. Но тут я взяла. Давайте обновлю. Потому что сегодня я его ношу. Он такой свежий, зеленый, унисекс. Знаю, что многие мужчины его берут, покупают. И женщины носят. Сейчас такая мята. Я не знаю, есть ли здесь мята. Брызгала сегодня его на корабле. И мне он как-то не понравился. Я даже, по-моему, чихать от него очень-очень сильно стала. А здесь он вообще у моря. То есть там тоже море. Но вот конкретно здесь с ветерком, у воды. Он шикарно. Прям такая мята-мята, зелень. Здесь, по-моему, и чай, и кипарис, и лаванда. И что только тут нет. Ну, сборка такая унисекс, мужская. То есть, как бы классная. Ну, и не только мужская, но и женская, конечно же. Аромат очень легкий, очень прозрачный. Тут девочка по волнам прыгает, забегает, хихикает. Свежательно. Классный аромат, но мне он не нравится в городе. И у нас я его носила. И как-то для меня он слишком маскулинный. Очень здесь вот этот шалфей лаванда, вот эта вот сборка древесная. Такие характерные мужские, я бы сказала, ароматы. Хорошие волны поднялись. У меня тут шляпка. Я тут хожу с этими пробниками. Хорошие волны поднялись. Мне же до колен брызгает. Классный свежак в такой климат, в такую погоду. Следующий аромат я взяла Off-White Solution 4. Это, по-моему, последний аромат, про который я еще конкретно не снимала. Флаконы обожаю, но флакон не стала брать. Он очень большой. Аромат из всей линейки мощный. Носила его в городе. Он мне там понравился чуть больше. Он был такой свежий, прозрачный. Даже какой-то перец там был, как будто бы красный. Но в пирамиде нет этих нот. Здесь он звучит очень древесно, фужерно. И кожа здесь у моря я слышу. Но, в принципе, этот аромат зимой он так и звучал, когда я его тестировала. Но вот сейчас летом у себя носила, кожу я сильно не ощущала. Но приятный. Он классный унисекс. Такой прозрачный, свежий, довольно-таки стойкий, не сильно громкий. Нравится мне носить его даже в повседневные дни. Легко носится, нет никаких нот таких. Тут тоже, по-моему, куча трав и лаванда, и, может быть, ветивер. Но в базе кожа. И, в принципе, на старте она уже слышна. Здесь, по-моему, какие-то даже то ли апельсины есть. Инжир, да, на старте. Но я его не слышу, этот инжир. Я даже удивилась, что может быть зеленый инжир. Детки бегают по волнам, визжат. Я так поняла, детки надолго там визжать будут, пищать. Поэтому давайте прогуляемся по набережной. И встретим еще 50 тысяч человек, которые болтают на французском, на дальнем фоне. Здесь почему-то как-то пляж заканчивается. Там тоже есть за вот этими скалами пляж, но там пусто. Видимо, частная территория. Здесь пришвартованы лодки, как стоянка у них. Прям вот так вот они в ряду стоят. И здесь вот такие вот красивые лодки для моря. Ну все, нашла, по-моему, уютное место, где никого нет. Пляж знаменитый, но довольно-таки пусто. Ну, это нам на руку. Ну и последние сегодня два аромата я подобрала специально для Жозефины. Если бы я сейчас попала бы в 19-й, ну, точнее, 19-й век. Потому что когда она там в 1810-м, она умерла. Или развелись они, наверное, с Наполеоном. Но тогда не разводились, значит, умерла. Так что, 18-й век, попадаю я на Аячио, хотя я не знаю, откуда она. И что же я бы предложила, чем духариться в Жозефине. И у меня сегодня два благородных туберозных аромата. Первый это Мемо Марфа. Я его взяла с собой. Ммм, такой зеленый, такой прям аж горький, древесный аромат с минимальной сладостью. Здесь красивая такая дорогая благородная тубероза. Особенно под вечер у моря вообще его носить шикарно. Ну и сейчас он такой с минимальной кремовостью, сладостью. Он такой приятный, женственный, прилегает близко к коже. Его хочется вдыхать, хочется пойти за этой женщиной, которая носит этот аромат, и ловить этот шлейф. Марфа, Мему, попробуйте, поносите. Тубероза здесь терпимая, но слышима. Если вы ее раз услышите, то вы ее будете слышать постоянно. Если вы не знаете, что здесь тубероза, то, возможно, вы и не поймете это. Ну и последний на сегодня аромат, это Даниэль Джозир. Наверное, так, золотая тубероза. Здесь даже у меня кусочки золотые, 24 карата с золотом. Золотишко. Аромат тоже с туберозой, но он мне очень-очень понравился. Я не ожидала, взяла бы целый флакон, если честно. Аромат с приятной туберозой, такой, я бы сказала, шипр. Он очень благородный, он очень освежающий. Здесь такая кислая, что ли, тубероза в стиле Sea Fury, Джорджо Армани. Новый Ex Niilo Vesper Glitz, который я тестировала. Недавно мне попал также с мимозой голубое платье от Guerlain. Вот там тоже такая пудровая мимоза, такая кисленькая, такая шипровая. Для меня какая-то там мшистость, вкусность. Вот здесь такая же тубероза, здесь как будто такие фрукты, абрикосики, но они классные. Не скажу, что похож на Sunshine Amouage. Здесь, конечно, он звучит немножко иначе, какая-то такая лекарственность, что ли, в этом аромате есть. Даже какая-то металлическая, что ли, нота. Безумно дорогой, безумно благородный. Представляю его носить во дворце с такими платьями красивыми. Приятный шлейф, очень женственный, очень такой зрелый, что ли, взрослый. Взрослый в плане ментальной зрелости. То есть, может быть, молодая королева, которую короновали, а ей там лет 10, и она носит этот аромат. Он придает такую какую-то статусность, такое благородство, дороговизну. Шикарный аромат, его практически нигде не купить. Не знаю, у нас на сайтах гуглишь, гуглишь. И нет, в Испании очень часто он встречается. Во Франции не знаю, можно прогуглить. Но доставка не успею, не успею. Сегодня уже отплываем. Завтра целый день плывем и приплываем мы в Барселону. Так что увидимся в новом городе, в новой стране, в новом порту с новыми ароматами. Всем спасибо за внимание. Пошла купаться, пошла на пляж, загорать. Шикарная погода. Ветерок приятный. Все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok